Книга для Слова Божия нет уз, 2 Тимофея 2.9 Православный христианин в тюрьме и на свободе Авторы, священник Николай Балашов и романах Нафанаил Судников Страница 55 Господь не покинул, сохранил До ареста говорил, только бы дух молитвы был Кто-то спрашивал, а что это такое? Навряд ли смогу объяснить, это надо испытать Это непрестанная молитва, когда ты как бы и не живешь Ты уже в аду, держи ум свой в ваде Все же много, значит хотя бы незначительный опыт Тогда в 1980 году я вкусил за 4 месяца 17 дней Привойденных в тюрьмах и психиатрии Что значит молитва? И все 5 лет после того, ожидая ареста, молился, чтобы был дух молитвы И всех просил о том, просить, чтобы меня Господь не оставил молитвой Утром, когда еще и рабочие не пришли на работу Входят в сторожку смелая и поворотливая Мало спящая по ночам ребята Опытная в своем деле неблагом Предъявляет документы Помогает собрать мои кружки, ложки, в машину и домой Дома был племянник Рома, 6-летний Жил у меня и учился подвигу Когда меня уволокли, он и изрек Вырасту, я тоже буду, как дядя Игнатий, за Христа страдать Этот арест связан исключительно только с ходатайством вышеуказанных служителей алтаря Надоел я им, как приборькое зелье Но на 9 января как раз и был приезд архиепископа Гедеона до Кукина в Барнаул Мы приготовились ему подать письмо с жалобами на нарушение канонов церкви, священниками местными И на его бездействие Там много было сказано При закрытии дела всегда обвиняемый должен ознакомиться с предъявляемыми ему обвинениями Можешь сидеть целыми днями, выписывать, считать, кто и что против тебя За тебя ли говорил, со всеми документами личным поговорить Вот тогда я и обомлел, от кого это все было Что они там говорили, наши исповедующие нас Чего им нужно было от властей относительно меня Тогда в первый арест были архипелаг ГУЛАГ Два стихотворения, то есть в них всего-то две строчки Разрушившие союз нерушимый Но на этот раз вовсе не было ничего А они просто взяли тогдашнее, приложили и начали все по-новому И лепили новое интервью В которых не было вообще никакого криминала Просто чрезвычайно угодившие властям пастыри Всегда и во всем делавшие, как просят Выведенные из скорпионьих яиц Теперь попросили своих патронажей Помочь им убрать меня и подальше И желательно навсегда Гнали чисто в политическую статью А те уж попутно начали примерять на меня разные статьи И по промыслу незаконному И собрания неустановленного властями мести и прочее Тут я нахлебался от выкормышей Сергеанской декларации От этих обновленцев Скрывшихся под новыми обрядами И под обрядовремием Не утратившим силы даже от перестройки На площади в 12 квадратных метров Четыре человека шарятся 9 часов Щупами, современной техникой В каждую щель, трещинку Тыщут прибором Ищут Нюхают На зубок берут Нашли большую просфору И возьмите сами И разломите при нас Так научены Отметки по этим темам Получали когда-то Раскрошилом помельче нет Контейнера с ураном не обрящите Слуги государева Снимают И все иконы С обратной стороны Подвергают досмотру Если с окладом Попросили отодрать А вдруг там нечто Пишущая машинка Доставила много забот Как ее так сохранить Чтобы и близкие не знали Об этой государственной угрозе Сделал специальный стол С большой крышкой И она закрывалась на гвоздик Не могли найти этот гвоздик Показал Открыли А там крупный плакатик Лежит с приветствием КГБ Опоздали К Комарили Г Гнусных Б Безбожников Начальник прочитал В начальные буквы Краской Кричащие у меня написаны И ко мне Ох Ну уж это вы зря Да и я вижу Что зря Радостно вытаскиваю Магитофоны Вытаскивают Все же 15 штук И пишущие машинки Пленки Повлокли Ящиками Около 3000 Катушек По 375 метров Радостные все Добытчики Когда меня Поведут На подписях Прокурором То увижу У всех Почти стоят На окнах Мои магнитофоны Смотрю на магнитофоны И на пленки И как Лавант При расставании За черми Про себя Мои Мое И уже не мое Дорвались Поживились Потребовалось Пойти в туалет На улицу Подполковник Повел в сортир Я сам уменьшаюсь А в их глазах Увеличиваюсь Такая-то охрана Только у президента Чтобы в потаенном месте Даже оберегали И хранили Как зеницу ока Книги Бумажки Переплетенные Мои письма А это более 60 томов По 500-600 страниц Там и письма С фронта Моих дядьев Погибших В юности Реликвия домашняя Все подмели Сожгли потом На дворе В краевом суде Так они сказали За что? Сам я был Много раз Реставратором Переплетчиком Переплел вручную По старинному способу Самому крепкому На шнурах Более 3000 томов Да Было что брать Автобус подогнали Потом Хвалились Что большой костер Горел у них там Зачем? Что все Сожгли? В это я не верю Подполковник КГБ Никулин Говорил потом Среди вас И среди нас Дураков Всегда хватало Переодеваю Всегда Сухие В галошах Валенки черные Брюки ватные Новые Пальтишко Хорошие рукавицы И пора уходить Повезли через город Вижу Главная городская елка Горит всеми огнями И мой путь Мимо 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 всего этого Машина Въезжает в центральное КПЗ Камера предварительного заключения Здесь по закону Разрешается быть непрерывно Не более 15 суток Обычно бывает день 3 Мне пришлось на этот раз КПЗ Пробыть 11 дней Вводит следователь Который у меня делал обыск Он и на проходной был Он и опись имущества делал Он и отвез меня Те остальные 5 следователей Произвели обыск у других И уже закончили свою работу Далее поведет дело мое Курьят Владимир Кузьмич При входе в КПЗ Обыск До того в чем родился Обыскивают тебя И швы прощупают Отнимают то Что ты И не повредит И не запрещено И платочек И бумажки всякие отнимут Двери в камеру Что на КПЗ Что в тюрьме Обиты с двух сторон железом Снаружи несколько запоров Железом внахлёст Все это с грохотом Со скрежетом Окошечко в двери Которое подают еду Называют кормушкой Она открывается Откидыванием наружу И тоже через нахлёст Запирается Вся дверь Как офицер в ремнях В железе Всегда и везде Без исключения Входя Совершая крестное знамение И впереди себя крещу Творя крест Считая молитву Спаси и сохрани Господи Или Иисусову молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Или помилуй меня Грешного Вход в камеру Перекрестился Мир дома сему Зашевелились Камера в длину метра четыре А в тюрьме Длина почти везде одинаковая А ширина везде разная В КПЗ коих шконок нет А половина камеры На высоте колен Занята лежанкой из дерева И в конце у стены Замена подушки Прибита доска Под сорок пять градусов Сразу распросу Кто, что, откуда, за что Помни, что отныне Везде будут те Кто будет тебя выпытывать Выслушивать И доносить Что было тайной Пусть тут и во сне заглохнет И в извилинах мозга Дают место Есть вши Нет Тут забудь Все поровну Немного погодя спрашиваю Вас не будет смущать Если я буду молиться Да нам-то какая разница А молись Кому ты мешаешь Обычно кто-либо ходит Ноги бережет Мнет, чтобы не закисли И вот когда бывает пропуск Никто не толчется То встану В один В угол справа Слева стоит параша Бочок железный С крышкой для нужды Все еще раз Припомнил Стал молиться о своих Я-то тут все знаю Как у них Там яролаж Там уборка Может быть через месяц Будет окончена А вот как тут я Они даже вообразить не могут Им тяжелее Этот метод Считать, что всем Тяжелее А мне вовсе уж и неплохо Это я нес до конца И к этому Не преневоливал себя А так и было И в это я искренне верил Всегда говорил Мы тут без забот Нам тут вон как хорошо Охраняют Лучше чем президента У окна что положишь Форточку ночью Никто не утащит Возможно ли Побег Говорят, что где-то Кто-то когда-то бегал Но здесь такого не знают И смотришь На героев улиц Какие они спокойные сидят Вначале друг друга Все рассказывают Травят байки Потом выдохнутся Молчат Спят Ждут Еда Обед Сон Радио в КПЗ нет Утром приборка Назначают кого-то дежурным Дадут швабру Веник За три Потом вывод в туалет Да не задерживайся Но ждут всех Тут все сносно Тепло в камере Но табак Вот это будет мучить Всегда и везде Курят много И безбожно Матерятся Меня нет с ними Я постоянно ухожу То есть становлюсь На молитву Когда встану То говорю Я пошел Или я ухожу Теперь никто Меня не зови Кроме дежурного В двери глазок Подсматривание Постоянное Охранники Вскоре привыкают Встаю ночью На молитву Всегда Прошу ангела-хранителя Будить меня Среди ночи А днем Себя томлю До упаду Никогда не сплю Начались допросы Следовательно Приходят почти каждый день Люди Которые Никогда не сидели В тюрьме Рассуждают Обычно так Если так На КПЗ Трудно То что же В тюрьме-то А КПЗ Еще как-то Ассоциируется С десяти Суточниками С пьяным задержанием А слово Тюрьма Это уже конец А на самом деле Самое трудное Это этап КПЗ легче Тюрьма Еще легче А лагерь Это уже и переписка И дело Звезды Солнца Можешь увидеть Даже птиц И деревья Здесь очень-очень Помогает Знание Архипелага ГУЛАГа Солженицына И Орлиной Песни Краснова Земной поклон Солженицыну Многое ему лета За наставление Как выйти Отсюда Человеком В свободные минуты Вспоминал Александра Исаевича И благодарил Бога Что живу Ознакомившись С его трудами Мне легче Вот что Всегда помню Потом буду этим Утешать других Помню о тех Кто тонет Кто в аварии Кто замерзает Нам хорошо Мы в тепле Мы накормлены Вот кто-то В Афганистане Попал в плен Его увезли В Пакистан О таком В комсомольской правде Прочел перед арестом И от горя Плакал на работе Так их жаль Вот они согласились Бы с нами Поменяться Конечно Ну а вот Тонут Замерзают А они согласились Бы занять наше место С последующим Сроком наказания То есть всю нашу жизнь На себя перемирить Но чтобы того избежать Так там же смерть Выбора нет Согласны же А вот человек На операционном столе Разрезали У него рак Или еще какая беда Он согласился бы Так вот жить Как мы Ну чтобы Желудок работал Как у тебя Да конечно А сколько в Индии В Африке Голодных 80 тысяч ежедневно От голода В мире умирает Вот с ними Ты хотел бы Поменяться На всю жизнь Да Да нет А сколько Воин идет везде Ирак Иран Израиль А вот в Чили В Китае В Египте В тюрьмах Есть пожизненное Кого-то на расстрел Ведут С ними Не хотел бы Поменяться Своей судьбой Да что ты Отец Игнатий Да никогда Значит нам Есть за что Благодарить Бога Нам не так уж И плохо Да нашим Таранным Куда хуже Дома Чем Им Чем нам Мы тут И о жизни Задумались А нет Дома лучше Пусть лучше Голодный До дома Значит Этот довод Не прошел Это уже Для совершенных Утешение Ищет Дня через два К прокурору Воронину Он подписал Ордер на арест На окне У прокурора Стоит маяк 205 Мелькнуло Уже поделили И сразу же себе А ты для себя Их брал? Да и готовился Что отнимут Успокаиваюсь Короткий разговор Смотрит внимательно Знал бы Какой грех На душу берет Большой кабинет Два милиционера Меня по инструкции Под локотки ведут Я брюки ватные Носки шестяные Несу Признаю ли себя Виновным С предъявленным Обвинением? Отвечаю Конечно нет Все что я издал Очень хорошее И там нет Ничего против страны Ну Говорит Посмотрим В 1970 году В тот же день После прокурора Отвезли в тюрьму Опыт Вот этот опыт В кавычках Это еще раз Подставит подножку Не всегда Сходится Говорил наш отец Прошу следователя Взять ватные брюки Носки шестяные А зачем они в тюрьме Там тепло Это я помню А он не берет Уговариваю Он едва согласился Ищу опыт Не надо уговаривать Молись Скажи раз А там как будет Снова КПЗ Теперь же до вечера И думаю И в тюрьму Пол дня осталось тут Прошу Нельзя ли туда Где дыму Поменьше то Вот еще ошибка Не надо было И вида показывать От чего мне больно Они нащупали больное место Значит Табак Туда и будут бить Теперь не раз Хотя иногда и помогало Отвели в маленькую камеру Холодно Что же Тут разве не топят Вечер Слышу Как уже собирают Всех в одну камеру Кого везти в тюрьму Возят А я остаюсь Как же так Первая ночь Морозно Дрожу Хожу Один Как же быть то Ладно что За долго до ареста Почти с самой осени Стояли у меня у дверей Новые валенки Брат подарил эти пимы Я на них купил новые галоши И никому не давал надевать Это если меня придут арестовывать Чтобы всегда были сухие Сэкономил Надел Ох как они мне тут сгодятся И главное пальто Подарок брата отца Акима Все к месту Лег Подражал Днем вроде легче было Длинная же ночь Но температура все же плюсовая Вода в параше не стынет Льдом не покрывается Днем подкинули одного Назвался Василием Вроде бы гулял Где-то и шапку отнял У него сутой женщины Думает что если первый раз Так значит простят Пошел на допрос Ему еще две шапки На голову натягивают Где-то своровали А вот попался шапочник И ему бы скорее Все сдать Бери мужик Все равно больше не будет А мы тебя бить На допросах не будем Бери стерва А то дых вынем Вернулся и ахает Раз здесь КПЗ То должны быть И десяти суточники Нашлись такие Это еще в первой камере А пойди проверь То ли ему десять лет Накатили То ли правда Мусолится на десять суток А через него Вот она Рядом воля Кто-то Что-то передать хочет Если этот шныр Работает уже На куме На кума У первополномоченного То кому-то уже беда Кто-то уже Отсчет повел На иную статью Стал припоминать В свободное время Книги писания И дошел до того Как Соломон Говорит о делах человеческих Что они суета И томление Духа А тут дел нет И томление Духа ужасное От чего? От безделья Если бы по-духовному Рассуждать То дошел бы до того Что каждому Надо дома Своё КПЗ делать То чтобы можно было Время от времени Удаляться в затвор Размыслить о жизни От безделья И томление Духа Божие Можно думать Заглянуть в себя Это уже через три дня Начинаешь делать Но сначала Ошеломляет человека Среда Скрежет железо Крики Подглядывание в глазок Запах параши Всё парализует Воле неопытного Одному страшнее Думают Понял Что наоборот Но это если есть Во что Вникнуть одному Святые Созерцали Бога И искали в себе Светлое А что Сегодняшний человек Увидит Что он найдёт Кроме дыма И матов Заглядывая Внутрь себя Безбожник В ужасе Отшатывается И как от яма От могилы Ибо кроме Пугающей черноты Ничего нет там Первое Что сразу же Представил Что уже Никогда Не быть на воле Никогда Не ступить на землю Что я здесь умру С этим чувством Вошёл И вышел Это у меня Также научил Из архипелага Александр Исаевич Благодарение Богу Он говорит Что когда тебя арестовали То перешагивая порог тюрьмы Скажи себе Я пришёл сюда умереть Тогда ты умрёшь Как человек Но если ты будешь Цепляться за всё Чтобы только Облегчить свою участь Чтобы только Попытаться выйти Ты всё равно не выйдешь Ты умрёшь Но умрёшь Как подлец и негодяй Предатели подхали И вот представил Себя умершим Сколько тут Увидел в себе всего Никогда уже не хочу Быть тем Кем был Какой же я счастливый Говорю себе Душа Пожри смысл И поглоти мудрость Третья ездра 84 Это будет один из главных стихов Крыльев На которых я летел Безноигрности Искренно себя проверял И говорю Что всегда считал Там себя Счастливым Хотя постоянно Хотел выйти на свободу Ибо неповинным был И неповинным считал себя Перед законом страны Но есть ещё закон Божий Вот перед лицом Божьим Я видел себя Худшим среди тех Кого встречал Столько слышать И быть таким Боже Что со мной Почему я не справляюсь И какой же я счастливый Что не по делам Не даёт Господь Даёт время для покаяния Могу молиться Это как честилище По католическому учению Я умер Но я ещё не определён До конца Ещё можно изменить Свою участь И плачу И молюсь И взываю Как тот должник И нет мне выхода Более всего Томит греховность Зачем я так делал Для чего я там Обидел человека Почему не смолчал Особенно домашних И детство И юность Одно на другое Событие И нигде не могу Найти себе утешение В этот раз Намного легче Чем в 1980 году Потому что знал Житие святых Какой бы случай Не случился А такое уже было У святых И есть на кого равняться Дыму много Главное мука здесь И сразу же вспоминаю Тех святых Отцов в Раифе Которые были убиты И как в пещерах Их огнём И дымом морили Поликарпа Смирского Представляю Как они могли Только терпеть такое Виновным себя Вижу везде Если бы можно было Хотя издали Даже через стекло Ну хотя бы поклониться Попросить прощения Такая вина на мне Такой гнёт От прожитой неправильной жизни Дышать трудно Какой же я счастливый Что могу молиться И молитва ещё может быть услышана Слава тебе Господи Слава тебе Христе Вот на стене Заметил надпись Кто-то отчаянно тосковал Срок свой написал Рядом букву Х И номер такой Это значит всегда что Человек был из такой-то хаты Камеры И ему дали срок Пишут срок И всё в колючую проволоку обрамляют Помолюсь за него Потом Несколько дней Смотрел на ниши в стене Что это Подсказал один Это тут были камеры Щека когда-то Значит уходили в вечность Каковы были их последние думы тут Думаю что святые это были люди Мне Насколько легче всё же Пока был в КПЗ Несколько раз Надя присылал Со следователем передачи В этом он мне Благо сотворил не раз То картошку нечищенную принесёт То просворки То мёда и орешков Изюму Так по горски А в КПЗ дают есть Только пшеницу Распаренную в обед Такую густую Что её редко кто ест Вот я поковырял немного И говорю Что это как кутья церковная Это только мёда И изюма не хватает Помолился И тут следователь вызывает И приносит мёда В салфанном мешочке И изюму со стакан Зашёл к своему сокамернику И его угостил Вот только помолился Чтобы кутья была настоящая Как Бог Уже мне всё послал Девица Или вид делает Что девица Но ест по-настоящему И крошки все В рот Нужда заставит Алычу есть Подачками подкармливает Следователь И зорко следит Чтобы ему Допрашиваемый Всё говорил Чуть что не так Вот тебе А не передачу У меня дело было попроще И мой следователь Был почти всё время доволен Если бы я Ему искренне не помог Он бы так и сидел До ныне Где бы ему Две тысячи плёнок Разобрать Нахватали-то А что к чему Давай расспрашивать И пишет Пишет А я ему всё новое и новое даю Что означает На ребре плёнки написано К какому веку относится Когда я ему рассказал Что о тьме к свету Содержат одни рассказы После 1917 года Написаны Он не долго думая Это занёс в обвинитель А там Тургенев Некрасов Белинский Ломоносов Толстой Лесков Всё так и сошло Как будто бы против Советского строя И сколько я не доказывал Что всё это Дореволюционное Думал Да что они Подурели там все А когда уже вышел Стал думать И вот оно что оказывается Да это же я сам дал Тогда повод Сказал что есть Написанное После 1917 года А никто Толком то и не слушал Суду плевать На всё это У следователей Гайморит Голова болит А эксперты Привыкли Студентам Мозги пудрить Они и в руки Похоже Не брали всего Вот какой-то Старший сотрудник Красноярского университета Воеводин Тот похоже Что-то прослушал Там на него И ссылались Все Это по масонству По возвращению к разговору И 20 век христианства Мученики 20 века И тут горе Работнички Мухлевали Лип угнали А я серьезно И полно Следователю Расписал своей рукой Что и где Он все отмел Что до 1917 года И только то Что после революции Было написано Все ставил в вину И то даже Что было мне возвращено Органами КГБ В 80 году Книги Рогу Озина Павла Иосифовича Баптистский проповедник В КПЗ В милицейской форме Менты Так зовут их Легавые Псы Никакого уважения К форме красивой Удерживал Кого мог Говорю Он же тоже трудится Холодное сердце Горячая голова Плохих не возьмут сюда Тут все проверенные А они мне про то Как из Рубцовска Или Солейска Из КПЗ идут Им хлеб на дорогу А там еще милиционеры Себе свиньям везут Доход Дома дверь изнутри Запираешь А тут снаружи Закрывает Тебя как скотинку Тебе дома Стучат с той стороны А здесь сам Если хочешь Вызвать дежурного Стучи же в дверь В глазок из дома Смотрел А теперь смотришь В ту сторону Не видно Шоры А на тебя смотрят Меня не обижали Всем благодарен Пить давали Есть давали Не материли Без дыма Сидеть дали Куда еще лучше Поставил себе Чтобы не быть В тягой С охранником С сокамерником Всем что-то сказать О Господе Благовестие было Каждый день Ни дня не было Не помню такого Чтобы кому-то Не засвидетельствовать Потом следователь Принес новый завет Псалтырю За это одно Молиться за него Надо всегда Со мной был он Довольно сносен И думаю Что чуть ли не Лучшего дали мне Не матерился ни разу Кажется Ни разу не курил при мне Обрати его Господи Плохо Что КГБ Всегда в моем деле Замешаны Никакие законы Не подключишь Это превыше всего Но зато есть и плюсы Отношение было Не то что Ко всем зэкам Можно ли подготовиться К заключению Чтобы так себя вести Как дома Многие думают Что я шел легко И мне все ни по чем Это совсем не так Мне до конца понятно Что чувствовал Отец Дмитрий Дудко Как он говорил Страшная тоска До отчаяния доходила Такого у меня не было Ни разу Но тоска Обидно на себя Была несколько раз Весной Где-то в апреле Когда пошел Сок у берез Так захотелось В лес Березовки попить Стал молиться Святой мученице Перепитуе И тоска В тот же день ушла Это помогало Знание Житий Очень тоскливо Что ты один Нет ни души С кем бы Можно было поговорить Поделиться Посоветоваться Грешным делом Даже говорил Вроде как шутя Ну что же вы там Не можете мне Найти хотя бы Одного верующего Есть же и в других Лагерях Тюрьмах Делал много поклонов День разбил На шесть частей И раз в ночи На молитву Семикратно в день Прославлю тебя Господи Потом сбавил До пяти раз Уже через месяц Заметил Что трудновато Стало Времени нет Совершенно для размышления Для ходьбы Молитва По часу Полтора За одно моление И стал так Молиться Не более четырех раз в дню У меня сначала Не было с собой ничего Ни карандаша Ни ручки Ни бумаги И кажется Хорошие были мысли Да не записал Так и протекло 20 января Вывели меня Проявили другую камеру Вошел И ничего не вижу Жуть взяла Как мама говорит Мороз под кожей Людей не видно Только в дыму В чаду Тени какие-то А это В одну комнату Сбивают всех Чтобы легче было Везти в тюрьму Кто из суда Тем успели Родные передать Кое-что Теперь Все зависит от конвоя Бывает Хороший и плохой На какой натолкнешься Иногда Отберут И сами сидят При тебе же А тут Принесли Колбасы Хлеба И иного Вошел Перекрестился Впереди себя Знаменовал Народу Вплотную Скоро будет Сел ниже И дышать Нещем Так накурено Вентиляции нет Как черви Шевелятся А где-то И что не разберешь Сразу на меня Воззрели Начали о разных Пакостях Как и где Было С каким попом А было Тут я за попов Сполна Получил Эх Батюшки Где вы За свое И за ваше Несу Жизнь ваша Открыта Под кровлей Томится С кровлей Возгласиться Угощать Начали Не ем Никогда И ни у кого Не брать Ничего Без самой Крайней нужды Девиз Держи Не пожалеешь Нужды Нижа нет у меня Сыт Доволен Потом видят Что я задыхаюсь Один позвал Меня на нары Там в стене Окно И воздух Проникает Низом Лег А тут Рассказы Как и за что Судили Все герои Все маловиновны Или невиновны Все такие молодцы В своих рассказах Вскоре кричат Парашу выноси Подготови К сдаче камеру Когда готовились Уже выводить Из КПЗ И я уже перешел К двери То встал И попросил Слово Все замолчали Начало Нашем положении Что нас Господь Послал сюда Для исправления Сказал О надежде Которую дает Бог Слушают Молча Глядят Загремели запоры Засовы Задвижки Грохот Выходи Отдали мешочки У кого были Прежде все Отберут А потом отдадут И на выход Во двор Машина Вплотную К двери И пошел Пошел Давай Ах Не можешь Раз тебя с собакой Все закрыто Собаки будут потом Когда тюрьма Тобой займется А пока так Трамбуют Затарили Пошел Молитва Одна другой Горячее А наши Еще раз Переливается Вино В сосуд Из сосуда Еремия 48.11 Успевай Усваивать Новые уроки Когда в 1980 Году Привезли меня То один из охранников Сказал Это тебе Батюшка Семинария Значит Теперь Или как Новый курс Или как Академия Остановка Скрижищут Ворота Заходит машина Зэк В тюрьму Ворота Автоматически Задвигаются Выходи Шаг вперед И ты уже В шлюзе В подвале Тюрьмы Гонят В самый нижний этаж Вода течет Откуда-то Со стен Втолкнули В стакан Отстойник Откуда будут Разбирать Кто суда Тех по своим камерам Если процесс Не окончился А кто осужден Тут же в коридоре Стрягут наголо И у кого борода Бреют А мы Новички Должны будем Пройти обработку Нас завтра Будут обмывать Прожаривать Насекомых От насекомых Как в армии Все точно в срок А пока Можешь поделиться Налаженностью Четкости работы СИЗО Следственный изолятор Тюрьмы С контингентом С кадрами Кажется И почти уверен Что по сложности Работы с людьми Запутенные и мудренее Чем тюрьма Нет предприятия Привозят из КПЗ Не позже Десяти часов Вечера Если уж прошел Этап Из другого города Поезд То снимут И привезут В любое время Суток Старожилы тюрьмы Уже знают По числам Откуда Этап Если по тройкам Три Тринадцати Двадцать три Числа То есть Рубцовки К примеру По другим числам Изолейска Более всего Оттуда Где нет СИЗО Этих Чтобы не нарушать Устава Более пятнадцати Суток Не держать КПЗ Везут в Барнаул А приходуют Помоют Прожарят И в камеры Распределят Поживут немного Потом снова В свой город КПЗ Там их Следователи Исследуют Не более Пятнадцати Дней И чтобы Собвести устав Снова Везут В Барнаул Все по форме И по норме Живут Неделю Две Снова В тот город Везут И так С челночным Методом Ходят Этапом Пока Судят Следователи Живут В тех Городах А им Ни к чему Ездить Сюда Надо Привезут Клиентов Только Развели По нижним Стаканам Отстойникам Как уже Открывается Кормушка В двери И сразу Начинают Кормить Каждому Дают В тюрьме Полкирпичика Особой Выпечки Хлеба Кирпич Меньше Обыкновенного Черный И добавок К нему Кусочек Режут Толщиной Мизинец И половинку От него Галстук Кто Первый Получает Тот Незаметно Ставит Все половинки На попа И смотрит Какой Кус Выше Та пайка И его Все же Принимал А если Заметят Другие Зэки Эту процедуру То отставят Его Или в морду Бери поровну Не жри Больше Нормы Сейчас Хлеб не получишь Ты уже Брал его Утром А вот То что Вечером Давали В тюрьме И тебе Черпак Дадут Этой каши Или лапши Или горошницы Воды На горохе Бывает Ты одной Горошинки Не выловишь А все равно Вкусно Если у кого-то Хлеб найдется То по кругу Только вошли В стакан Я сразу Попросил Внимания Начало Было сделано Уже при выходе Из КПЗ Там не более Десяти минут Говорил Здесь же Более Получаса За это время Вызывали кого-то Уводили Оставались те Кто только что Из КПЗ Дошла очередь И до нас Проводят на этажи И при самом Входе на этаж Есть камера Без номера Нулевка В нее Загоняют Приехавших Как в карантин Камера большая Входишь Стены ровные Не так как в стакане Все буграми Чтобы не писали На стенах Чтобы была Полная изоляция Кто кому Не передал бы Чего-то В стакане Сидения Из бетона Сплошного Как бы Блоки Железобетонные А в нулевке Стол есть Весь окованный И сваренный Уголками И скамейки С двух сторон Приваренная Вмонтированная В пол Огромная На всю камеру Нары На огромных уголках Сантиметров по 20 Железом покрыты На них лежат уже Свет сумеречный Только видно Как блестят глаза У приподнявшихся Какой-то цыган Еще человек 10 Там на голом Железе И лежит Лежат Кому ты нужен Все продумано Туберкулез Культивирует Два окна Были под Тройной решеткой Но нашелся Мудрец Даже из-за Трех решеток Накрытых Плотными Из железа Жалюзи Передал Записку Ксиву В другую камеру Начальство Деньги не зря получает Недаром Государев хлеб ест Нашелся Кто отрубил И подобные попытки Чуть шире Окна Створили На все окна В тюрьме Решетки Такой ячейки Что рука не пролезает Передача Из камеры В камеры Была исключена Этой решеткой На 100% В двери Глазок И в двух стенах По глазку Через стену Прокопана ниша Как у пулеметного гнезда Чтобы видеть Как мы тут Перевоспитываемся А чтобы не дуло зимой Надо застеклить Зэки малодушно Ломают стекло Достают и себе Вены режут Или друг друга Пластают Так их фанеры Замазали намертво Все Все успокоились К окну Даже никто не подходит Недосягаемая роскошь Вошел Перекрестился Осмотрелся Где же мне приспособиться Стол из скамейки Из дерева Остальное все Из бетона Помолился и спросил На скамейке Это четверти Полторы Две шириной Никто спать не будет? Не Никто Да и как на них То уместишься Это узкие Упасть можно Что испытывают Зэки Когда спят днем Не знаю Но вот что Они терпят Не имея сил Заснуть ночью Это вижу А так как я Днем Ни разу От подъема В шесть И до отбоя В десять вечера Не ложусь То тело Гудит к вечеру Поклоны Так утруждают Тело Что Только и жду Отбоя Лег Слышу Всю ночь Как и везде Заведено Похваляются Как сладко Жили Кто и как Геройствовал Блудил Воровал Убивал То говорят Что уже Им доказано В чем Нет смысла Таиться Потом заснул Ночью встал Помолился Опять Вдоль скамейки До подъема Снова встал На молитву Такой распорядок Будет всегда До единого дня Утром подошел Ко мне Один из тех Кто ночь Промучался Бесна Ну батюшка И богатырский Жасон ваш Так я же Днем то не сплю Перетомлюсь Вот плоти Просит разрядки День длинный Распорядок Не дает расслабиться Никогда Не позволяй себе Думать Что здесь Ты ничего Не можешь сделать И приходится Только ждать Тебе дана Возможность Влиять на события В мире Более чем Непосредственному Участнику Исааки Далматский Сидел в тюрьме И решал Исход битвы Молитву Василия Великого И помощь Святого Меркурия Прервали Цепь Злодейств Юлиана Отступника С первого дня Начал Совершенствовать Порядок Молитвы И уже через неделю У меня было Полностью Упорядоченное Правило Которое Чуть Менялось Когда Вторгались Изменения И распорядок Моего содержания Допросы Были Вызовы Утром Зэки Интересуются Кто дежурил Кто там Играл Бегал по коридору Визжал Шлепал Это из разных Коридоров Дежурная Ребята И девчата В форме Которых зовут За их Дубовые мозги И совершенную Не разве-то дубаками Да и тут Не все такие Кто-то С утра Пораньше Подпарывает Плечики Фуфайки Стеганку Чтобы достать Припрятанный Чай Который Вчера При входе В СИЗО Смогли Пронести Через досмотр Когда меня Осматривали Все вещи Проверяли То некоторые Старые работники Тюрьмы Узнали меня И один Говорит А как же Ты говорил Что больше Не попадешь Сюда Да не говорил Я так Как же Не говорил Говорил Взял Новый Завет А в нем У меня Еще с 80-го года От бывшего Начальника Тюрьмы Лежит записка Чтобы у меня Не отнимали На этапе Новый Завет Просвор Просмотрел Отдал А так У кого что Понравится Будь то Даже самая Разрешенная вещь Штука Расческа Папиросы Не положено И баста Отняли Яблоки А то Отравишься Потом вижу Ходят Едят Эти яблоки Сами Власть Хотя и Не таможня А тоже Кое что Урывками берут Где стержень Где Ручка Приглянется А то И одежду Чай Где знать Про то Проверяющим Прокурором По надзору Он давно Спит Около жены Все Все Получку ждут Выправляют Общество Ждут Перестройки Лучших Времен Редактор субтитров